всем привет сегодня у нас очень интересная тема вдохновение жемчуга так привет мои прекрасные расскажите мне как мне видно как мне слышно надеюсь что все хорошо добрый вечер добрый вечер и очень рада всех вас видеть наш вторник в эфире сегодня будем говорить про жемчуг покажу вам очень много классных примеров покажу сразу из чего это можно сделать ну или хотя бы расскажу из чего это можно сделать прямо так сказать отдам вам свои идеи которые как обычно я скорее всего воплотить все не успею но буду ждать воплощение от вас вот очень много приехала жемчуга наконец-то того того самого жемчуга который мы выбирали искали на фермах китайских просто кайфовали от него это там мы снимали видео с устрицами как добывается жемчуг сегодня не буду ничего про это рассказывать про это был уже не один эфир и я думаю что если кто-то еще не смотрел то посмотрите сегодня буду рассказывать вам вдохновлять на создание жемчужных украшений вообще поговорим про то откуда брать вдохновение в том что для многих этот вопрос пока еще актуален как пользоваться пинтерестом и так далее всем спасибо за комплименты мои прекрасные девочки в вк мне очень приятно все это читать это классно так могу подождать еще буквально минутку 2 могу не ждать начинать дальше как говорится кто присоединится тут присоединиться если у вас сейчас на момент начала эфира уже есть вопросы про жемчуг про натуральный сегодня говорим про натуральный жемчуг вот исключительно я конечно могу ответить на вопросы какие-то мимолетные по поводу майорки или хлопкова жемчуга но сегодня эфир про натуральный вот если уже есть какие-то вопросы к моменту начала эфира задавайте с радостью буду по ходу дела на них отвечать можете уже задавать вопросы можете в моменте задавать вопросы можете что-то в общем я смотрю чтобы присоединяется присоединяется все больше людей я беру свою красоту у меня сегодня опять будут картиночки и начнем мы пожалуй с самого такого простого на самом деле все что я сегодня буду вам показывать это в принципе просто несложно с этим справится рукодельница и начинающая и рукодельница со стажем все идеи которые я вам сегодня показываю это не то что нужно взять и повторить один в один все идеи которые я вам сегодня показываю это идея для того чтобы у вас возникли мысли о том что вы можете сделать с тем жемчугом который уже есть у вас тем жемчугом который вы присмотрели у нас на сайте но до сих пор не знаете что с этим делать но и заодно сегодня еще раз все-таки отвечу на вопрос про вдохновение очень часто этот вопрос возникает нашим творческом в чате вконтакте что девочки теряют вдохновение и так далее и вот начнем собственно говоря с того где его убрать и как бы мой ответ будет вполне себе привычным самый простой способ вдохновиться это зайти на пинтерест очень часто слышу я захожу я какую-то фигню показывают пинтерест это очень умная штука очень умное приложение которое ваше предпочтение ваши запросы запоминает и в следующий раз когда туда заходите будет вам подсовывать именно то что вы ищете и у нас есть подробный урок про пинтерест если кто-то вообще не умеет им пользоваться то на нашей платформе в бизнес уроках есть урок пользования пинтерестом прям подробнее некуда если для вас это загадочный зверь рекомендую посмотреть потому что это того стоит но я вам сегодня буду показывать пример из пинтерест и вижу первый вопрос про барочный женщин к натуральной или искусственно созданный как формируется форма здесь смотря ей лент что рассматривать под вопросом натуральный или искусственно созданный искусственно созданный это тоже натуральный в каком плане когда в я в эфире про жемчуг если вы хоть не осмотрели я подробно рассказываю о том как в устрицу кладут песчинку либо какую-то формочку формочку цветочку формочку там не знаю для барочной жемчужинки формочку груши капли и так далее и соответственно жемчужина начинает намывать на эту формочку маленькую начинает намывать перламутр слой за слоем несколько лет это происходит от двух до пяти лет если жемчужина не умирает вдруг вследствие каких-то странных событий там замерзла или перегрелась или там просто и плохо стало всякое бывает вот процесс этот длится по-разному сказать что он как бы не натуральный нельзя потому что все то что нам это на эту форму это натуральное органическое вещество которое создало устрица жемчужинка да вот та самая жемчужная устрица поэтому история натуральная но соответственно естественно без помощи человека этого истории не сложилось поэтому как бы это искусственно выращенная ну как искусственно то есть искусственно под добавленная туда форма выращена натурально красивая вот поэтому если вы хотите барочный жемчуг который вырос сам где-то в море то цена вопроса будет просто катастрофически астрономическая поэтому здесь вопрос всегда в цене естественно натуральные жемчужины во первых как бы вот те самые натуральные жемчужины сейчас очень жестко следят за добычей морского жемчуга и это очень точечная история если раньше можно было как угодно это добывать то сейчас нет и поэтому цена таких такого жемчуга она в растет и растет она она и так цена растет растет просто мы не успеваем за ней следить вот там и подавно поэтому формы создаются именно таким образом вкладываются туда маленький квадратик маленький овальчик маленькая звездочка маленький цветочек маленькое сердечко но даже в при том что в жемчуг кладут одинаковую форму что из него выходит это уже как пойдет устрица может сделать аккуратный цветочек а может сделать вот такой форме облачка и это совсем другая история она может его аккуратно намыть и скажем так покрыть вот перламутром со всех сторон супер блестящим его сделает а может сделать бороздками потому что там в водичку попали там еще песчинки все это там попало в жемчужину и получились бороздки точки выемки и так далее в общем история именно поэтому с жемчугом она всегда интересная а что же в итоге выйдет это как с ребенком вроде как бы у всех он начало у него одинаковая она у каждого получается свой вот ну давайте с барочной жемчужины начнем начну самого такого простого довольно примера но посмотрите какой лаконичный очень мне понравилась эта история здесь цепочка ролла могу сделать покрупнее посмотрите сделано в форме галстучка я бы честно говоря эту историю модифицировала было еще бы в колье трансформер то есть у этого колье сзади застежка соответственно здесь она просто крепится то есть вот одна морочная жемчужина вторая морочная жемчужина вот ничего сложного казалось бы но при этом одновременно с этим это выглядит очень дорого стоит кстати тоже потому что две жемчужины потрясающе вот для этого колье наверное если хочется сделать просто эффект вам нужно брать более-менее идеальный жемчуг можно взять жемчуг попроще потому что буквально тоже сегодня или вчера был вопрос от нашей любимой галины барочного жемчуга если классификация ну как бы официально нет но по факту конечно же есть потому что есть вроде бы казалось бы одинаковые жемчужины одинакового размера но одни будут супер вау вылизанные этой жемчужиной да я не знаю до состояния прямо и цена такой жемчужины одной штучки может составлять там пять шесть семь тысяч рублей ну как вообще легко поэтому когда некоторые люди удивляются это что цена не за нить не это цена за штуку у идеального жемчуга она действительно такая но есть жемчуг где подкрашен немножко прям на фабриках на жемчужных фермах когда достают жемчужины и видят там не идеальности они пользуются жемчужным маркером который у нас кстати тоже продается мы у них его и выпросили в продажу вот сейчас как-то он уже начал входить в обиход рукодельницы очень у многих он есть они прямо там на месте точно также подкрашивают эти жемчужинки обычным составом таким напоминающий чем-то лак наверное для ногтей чтобы было понятнее вот чтобы в жемчуг выглядел лучше потому что естественно если у него там прям совсем дырки будут выемки и черные бачка его могут не купить поэтому они его подкрашивают но он в разы и в разы и в разы дешевле стоит и для некоторых изделий его использовать можно здесь вопрос в цене вопроса если вы делаете украшение для ценителя у меня есть такие клиенты которые говорят да я готов заплатить 100 тысяч рублей вот за такое украшение но мне надо что прям вау было вот прям супер вау было да соответственно вы выбираете соответствующий жемчуг если клиент говорит блин мне очень нравится но я вообще не готов заплатить за это там больше не знаю трех тысяч рублей то вы берете вообще вместо вот этого жемчуга и вставляете туда искусственную майорку или как вообще какой-нибудь акриловый жемчуг имитацию которая будет подборочный жемчуг выглядит будет красиво носиться будет хорошо стоить будет очень дешево здесь вопрос всегда в цене но как идея мне показалось очень классная и я сказала что я бы ее модифицировала там замочек сзади здесь я бы замочек поставила вот сюда чтобы можно было регулировать место крепления этой части тогда ваш клиент может регулировать нужно ли ему например вот эта длинненькая висюлька да вот этот форма галстучка то есть если например присоединить ее куда-то сюда она выйдет обычные буквы в будет очень красиво и она поднимется повыше а можно соединять сюда и вообще переворачивать это украшение задом наперед чтобы хвостик был сзади если например спинка открытая прическа поднятая вот поэтому идея простая лаконичная берите воплощайте наверное же жемчужины покажу позже но вот такой формы же жемчуга у нас много если разница между акриловым жемчугом и майоркой конечно есть или в тену акриловый жемчуг сделан на акриле он прям вот он легкий акрил у нас вот ну вы увидите у нас есть имитация жемчуга вот прям имитация она так и называется акриловая имитация жемчуга она легкая она пластмассовая она вот прям ну она красивая легкая и очень дешевая майорка это вообще другая история это на основе такой стеклянно керамической бусины которая очень прочная на ней совершенно иное покрытие она тяжелая она по-другому смотрится она очень красивая их покрытие очень сильно отличается по долговечности в том числе поэтому и цена соответственно тоже очень сильно различается поэтому это совершенно две разные истории с которой сравнивать нельзя они разного ценового сегмента так идем дальше дальше мне понравилось очень хотелось показать вам вот такую идею которую тоже очень легко можно воплотить из наших материалов специально для нас мы заказывали на заводе на производстве вот эти вот грубо говоря основы для колье он как чокер несмыкаемый и с маленькими ушечками вот мы специально просили много сейчас на рынке подобных есть видно лучше у них большое ушко мне не очень она нравилась очень мне она визуально мешало мы попросили сделать маленькое ушко стало гораздо аккуратнее вот теперь эти основы у нас есть вот казалось бы ничего сложного вообще просто чокер повесили 2 к нему подвесочки из цепочек и добавили к нему барочный жемчуг такой виде капельки или груши маленькой блин даже не знаю сразу сразу показывать или нет сейчас попробую найти если интересно это артикул же 160 вот они эти игрушки смотрите красивые жемчужинки есть такие и есть еще похожий артикул в общем вы можете набрать поисковике на сайте жемчуг груш или жемчуг капли вы увидите все варианты есть поменьше есть побольше но вот я бы выбрала вот этот жемчуг для создания такого украшения еще к нему можно было быть то есть так как у нас здесь будет висеть много такое журчащие украшение будет мне чем-то напоминает водопад в ушки можно сделать что-то очень лаконичный прям махонько из двух капелек поэтому вот такой жемчуг для вот этой идеи которую я вам показала мне кажется прям вообще огонь очень я вам сразу скажу что что касается жемчуга который мы привозим и вообще жемчуга в целом многие долго долго думают приходят покупать а он закончился и когда будет снова а он иногда вообще никогда больше не будет жемчуг это такая история что даже когда ты заказываешь у одного и того же фермер один и тот же калибр жемчуга один и тот же как бы размер он все равно всегда приходит разный потому что как росла жемчужина летом осенью зимой весной что было в воде какая была погода не знаю какие птички прилетели какие рыбки завелись вокруг этой жемчужины все это влияет на то какая выйдет жемчужина поэтому если вы что-то увидели и вам понравилось я не рекомендую вам долго долго ждать и в том числе ну как бы если есть что-то что вам понравилось очень сильно рекомендую взять впрок я понимаю что звучит как бы глупо что блин ну как так но если у вас будут просить повторы вы просто не сможете их сделать идентичными к сожалению потому что даже ну нитка от нитки в одной партии будет отличаться не говоря уже о том что партий приходящий там раз в месяц каждая партия она совершенно иная вот поэтому если что-то нравится не затягивайте очень многое из того что мы привезли и привозим регулярно это очень маленькие партии прям то есть мы не возим все там по 500 ниток потому что это невозможно в жемчуге нет такой истории это не заводик со штамповкой где или там не заводик с майоркой который можно на штамповать кучу одинаково и она будет одинаково всегда она будет супер качество всегда одинаковая жемчугом так не бывает и иногда некоторые жемчуг мы покупаем 15 ниток просто потому что его больше нет вот на все огромное фермерское поле вдруг родилось вот на 15 ниток каких-то форм жемчужин которые вот получились при определенных обстоятельствах их собрали в 15 ниток я уже рассказывала что жемчуг эта история которая штучно собирается их сначала собирают из раковин потом их калибруют потом их подстраивают друг по друга потом них сверли дырочки все это происходит вручную потом их вручную нанизывают на ниточку и делают из них жемчужные нити вот соответственно иногда из огромной огромной плантации получается 15 ниток какого-то жемчуга и все и больше он не получится никогда к сожалению например вот тот жемчуг который вы мы привозили прошлой зимой в декабре кто помнит вот такой идеальный супер шайн вообще огонь то его просто нет сейчас вот ну нет и все он не получается потому что вот он рос в то время в том месте вот мы взяли там свои 100 нитей и все и больше его нет вот а иногда если вдруг ну как бы фермер понимает что у него удалась какая-то классная штука они просто поднимают цену в два-три раза ну как бы не все уже готовы за это платить и собственно говоря и мы не готовы вот возвращаясь к этой идее очень простая в исполнении при этом абсолютно роскошная может носиться как с глубоким декольте так и с каким-то v-образным вырезом так и с водолазкой когда у час начнется осень очень будет красиво смотреться с водолазкой либо под воротничок этой рубашки то есть основу видно не будет будет из-под воротничка течь как бы два таких жемчужных ручейка очень красиво дальше влюбилась в эту идею после нашего эфира про гематин не могла не показать мне кажется это огнище гематиновые гематитовые колье с вставками жемчужин неправильной формы до оборочных причем вот ну часто знаете иногда бывают клиенты у нас вот они например возмущаются что на нити все вот жемчужины там одинаковые более-менее там какие-то и 1 вот там поперек ну вот как здесь вот какая-то такая с пипочкой и вот человек расстраивается что ну как так у меня там вот на жемчужина вот такая я обожаю такие жемчужины у меня команда знает что чем сумасшедшие нитка жемчуга они несут ее мне я ее точно заберу иногда забираю сразу когда фотографирую для вас товар безумные жемчужные безумные жемчужные нитки попадают ко мне потому что я очень люблю нестандартные формы потому что вот ничего сложного взяли маленькие прямоугольнички с гематина вставили странную жемчужину выглядит офигительно взяли например оборочную жемчужину вот она не такая как должна быть я сейчас попробую даже найти чтобы не быть голословной показать что я имею ввиду она покажу на жемчуге странной форме ну давайте например вот есть жемчужный арахис такие жемчужинки которые вот так по два и вот они все разненькие да здесь эти еще более-менее одинаковые но какая-нибудь одна вот выбивается из них то есть но он не будет весь одинаковый и вот если бы я хотела взять какую-нибудь вот сделать что-то вау я бы взяла конечно ну что-то прям неровное также и барочных жемчужинах бывает она такая прямо обтекаемая красивая бывает такая вообще странной формы абсолютно но вот в таких украшениях где она одна где она акцентная это выглядит реально очень круто найдется под руку попадется ура нашла нашла сейчас я вам покажу что я имею ввиду вот из такого жемчуга сейчас будем выбирать с вами сумасшедшую форму которую я хотела тущить кстати себе но пока мне не дали вот например вот ну грубо говоря же жемчуг продается штучками и он может быть маленький идеальненький на какие-то малюсенькие сережечки он может быть побольше он может быть там вот какой-то вот такой а может быть вот такая плюшка вот она как бы одна такая к ней даже пару не подобрать но вот в таком украшении как я вам показывала она будет офигительно ну то есть она прям реально будет сумасшедшая и тут вопрос а как нам татьяна сделать заказ чтобы нам какую-нибудь такую подобрали всегда для ваших заказов есть комментарии которые я вам настоятельно рекомендую использовать вы можете писать девчонкам наши любые комментарии по возможности они постараются их исполнить что я имею ввиду например вы пишете хочу маленькие максимально там маленькие на серьги мне нужна пара мы стараемся подбираем кто-то пишет мне нужна одна крупная акцентная на колье кто-то говорит мы не самую бесформенную можно даже приписать по возможности например отправьте мне там вот так картинку и мы это сделаем для вас с удовольствием вот поэтому нас мы выполняем ваши просьбы настолько насколько это возможно не надо требовать от нас невозможного буквально сегодня у нас была ситуация как вы все знаете наши любимые коврики для рукоделия все их обожают рукодельницы и вообще без них жить не могут и у нас там они бывают голубые серые красные малиновые человек говорит я хочу серый ну блин нету не можем его достать ниоткуда они закончились как бы ничего не можем сети делать или например когда у нас стоит у жемчуга калибр 20-35 мы не можем поставить по-другому потому что жемчужинки в партии от 20 миллиметров высотой до 35 вот я вам сейчас показала вы просите 20 например а их всего на там всю партию пришло там 4 штуки все их уже разобрали поэтому мы будем искать максимально маленькую для вас но мы не можем сделать невозможного или там выбрать супер одинаковые жемчужины если они в принципе друг друг друга не похожи шоурума у нас аж пока нет он планах на осень это не такая простая история как может показаться вот как нам казалось тоже так идем дальше возвращаясь к этому вот еще раз да гематит бесформенная жемчужина самая уродская это выглядит очень круто и вообще мне вся эта идея очень понравилась поэтому у нас есть все чтобы это воплотить дальше покажу вам вот такую идеальную штуку это ювелирка но почему решила показать потому что это можно повторить из мелкого жемчуга и у нас сейчас пришел такой жемчуг я вам сразу скажу что его очень мало это вот как раз та история где вот мы забрали все что было и больше навряд ли такое получится я вам сейчас покажу его после того как расскажу как это делать ну понятность что сделать ровно так у вас не выйдет здесь цепочки припаяны там ну как бы это ювелирная история с бриллиантами и шикарным морским жемчугом стоит очень дорого вот у нас есть вот такие коннекторы на пять рядов они прям вот такие их используют в браслетах но я реально всегда предлагаю использовать их в сережках то есть верхнюю часть коннектора петелькой мы подсоединяем к любой швензи будь то английский замок будь то этот пусета ну как бы хоть крючочек крючочков у нас хоть теперь тоже очень много любитель крючочков у нас большой выбор крючков и у вас остается пять ушек внизу чтобы сделать пять рядочков и здесь выбираете либо вы делаете например три жемчужные и между ними цепи вешаете на колечко либо делаете 5 жемчужных рядов 5 же ну то есть чем больше жемчужных рядов тем тяжелее будут серьги имейте ввиду натуральный жемчуг это нелегкая история также как и майорка я вам покажу жемчуг который я хотела вам предложить для этой идеи его у нас вот есть буквально четыре вида я вам раз покажу количество его вот столичка это очень мало для желающих и он есть вот совсем микро и он практически идеально круглый ну вот посмотрите он выглядит издалека вообще как майорка это вот кстати все что есть в этом размере просто чтобы вы понимали просто уже что-то забрали было больше мы выложили вчера видимо кому-то приглянулся он очень красиво блестит он очень маленький он практически идеально круглый найти такой жемчуг за ними 100 тысяч миллионов это большая удача вот и его совсем немножко ну то есть вы берете ниточку там такую ниточку чуть-чуть побольше например вот такую идете от мелкого крупного я вам сразу скажу что жемчуг этот дорогой и эти серьги будут стоить дорого но эти серьги могут стать вашим флагманским флагманским продуктом и привлечь к себе внимание если вы хотите сменить клиента целевую аудиторию свою вы должны сменить продукт вы не можете продавать то что вы продавали за полторы тысячи вдруг за там пять тысяч или за пятнадцать тысяч ну потому что к ней работает вы должны удивить своего клиента так мелкий еще раз повторю до просили же 54 чуть покрупнее же 068 и уже там к нему вниз можете добавить прям кругленькие крупненькие там 5-6 миллиметров такие наверняка у всех есть там пару штук где-нибудь завалялась осталось еще интересный момент например есть такой же жемчуг видите они по цвету отличаются есть более желтенький такой более к натуральному жемчугу а есть более розовато-сизый такой это когда у раковинки не совсем получилось сделать фиолетовый она сделала что-то такое среднее вообще красивый очень цвет мне он очень понравился и это необычная история из него будут красивые кисточки для сатуаров с натуральным жемчугом и еще раз повторюсь это будет возможно один единственный ваш самый дорогой продукт и вообще не факт что он у вас быстро продаться и возможно вам его придется 25 раз показать своих социальных сетях прежде чем его купят но я вам могу сказать по своему опыту вот кстати в таком цвете вот они два вот этот поменьше этот покрупнее они друг дружки не очень подойдут видите если вы педантично к этому относитесь здесь 73 и 90 вот они тоже мою маленькие побольше их вот кстати побольше по количеству штук у меня есть такие клиенты вы знаете но я сейчас немножко отступлю от темы мне просто хочется вдохновить вас на дорогие украшения вдохновить на то чтобы менять целевую аудиторию как многие хотят и выходить на другой чек нас часто на каких-то курсах учат типа удаляйте всех подписчиков у которых нет аватарки у которых ноль подписок там три тысячи подписчиков и так далее я как-то так делала тоже иногда делаю прям перепроверяю ну там арабов удаляю еще какого-то удаляю но у меня есть такие клиенты которые вот реально у них там ноль на аватарке вообще ничего даже не котик вообще ничего они вообще никак не реагируют ни на что но они просматривают stories вот это я вижу я смотрю кто смотрит на историю и вдруг когда ты делаешь вот такое вау украшение вот вау украшения за много денег реально вот ну ты прям либо озвучиваешь эту цену сразу чтобы не было у людей расстройств вот это типа ответила в директ вы там такие хопа 65 тысяч или там 100 тысяч и так далее я делала в этом году колье для клиентки за 100 тысяч рублей из вашего уже в чугану вот ей хотелось она готова была это вот как раз был клиент без аватарки они смотрят на ваши им вот эти ваши вот эти сережки которые вы продаете там же две за три тысячи то то есть не дай боже за 500 рублей за тысячу им как бы это вообще не интересно но они на вас подписаны вам нравится дизайн и вдруг вы бах и делаете что-то такое вау что для них ценно что эта штука уникальная что стоит она дорого и я хочу это купить поверьте таких людей очень много вы сейчас можете говорить да нет и моем городе вот даже слушать не хочу ваши отговорки и пока вы будете их говорите у вас будет все так же как у вас есть попробуйте сделать что-то однажды вау эффектное за много денег и посмотрите какая будет реакция ваша клиент так поехали дальше там уже полчаса я вам вообще мало показал интересная классная очень простая конструкция жемчуг биво биво палочка тут потолще тут потоньше как по мне вообще супер штука можно сделать на пусть это можно сделать на английском замочке асимметрично симметричные серьги к исполнению довольно легко поэтому здесь придется только потрудиться с французской скруткой я бы не стала делать просто напинат будет выглядеть топорно французская скрутка здесь в этом случае будет смотреться гораздо аккуратнее далее здесь простая очень идея но мне хотелось ее показать потому что опять же у нас есть все для того чтобы ее исполнить красивая хорошая качественная цель разной формы жемчужинки то есть вот у вас остается иногда жемчуг он там ни туда ни сюда он там например вы купили пол ниточки там какая-нибудь там клеверочек вот он какой-то не такой или там крестик не крестик или шарик не шарик и вот у вас остаются эти жемчужинки разные используйте их на колье вот такие где все подряд вы там туда подвесочки повесили какие-нибудь на морскую тематику у нас их целая огромная классная новая подборка если вы не видели они в новинках сейчас лежат взяли сюда же добавили фарфоровые бусинки например мне вот эта история с голубым с голубым рисунком очень нравится потому что это очень такая морская тематика все остатки жемчуга какие у вас есть собрали что-то на пины подвесили но я имею ввиду что-то вот там по несколько штучек что-то поштучной получилось красота и не пропало и здесь даже если вам видно то жемчуг тоже серый например используем тоже движение например две жемчужинки осталось никуда не деть для сережек слишком маленький а для для подвески вполне себе дальше если будет подборка она такая хаотичная но я не могу ее выстроить по-другому но покажу вам все очень я люблю биво палочки с поперечным когда дырочка идет вот так вот такой жемчуг мы привезли немного он продается штуками потому что он соответственно там тоже вариантов цене я вам покажу один из них вот опять же это все нежно-розового оттенка это вообще экстаз из него можно сделать хоть вот это я очень хочу я вам покажу там у меня есть референс я очень хочу сделать браслет лично себе вот такой такой вообще без всего без каких-либо перемычек мне хочется чистый жемчуг потому что это очень красиво конечно чокер это вообще отвал башки но очень дорого вот но вот этот жемчуг поперечный поперечной дырочкой можно использовать очень много где то есть конечно вот такое колье это опять же если ваши клиенты готовы финансово потянуть эту историю потому что здесь и жемчуга этого довольно много и вот здесь вот стоит хороший натуральный круглый жемчуг то есть вот это конкретно колье стоит дорого на просторах интернета все картинки которые еще не показываю все из пинтереста у нас кстати говоря целая доска вдохновение жемчугом на нашем пинтерест канале это не за хобби если вы вдруг на него не подписаны не знаете как ее найти напишите нам куда-нибудь в личные сообщения ссылочку мы вам пришел на именно на эту подборку можете подписываться на пинтерест на штани со хобби мы регулярно туда там подновляем всякую вдохновляющую историю если сами не можете найти возможно найдете через нас вот еще вариант использования подобного жемчуга здесь единственное идет вот если там у нас в плоскости вот так шла да то здесь плоскость вот так идет дырочка но можно же сделать как угодно казалось бы ничего сложного ну как красиво я бы даже сейчас я понимаю что сейчас августа и об этом думать в общении охотца но вот это можно было бы сделать даже иначе можно взять коннектор звездочку и сделать новогодние деревца отмечиваю к большему и получится очень красивые новогодние серьги но в целом и вот такой вариант он тоже очень красивый вот и соответственно когда вы покупаете на сережке там буквально одну две три жемчужины это не настолько выбивается из бюджета как колье возможно кому-то приглянуться серьги и человек скажет я хочу колье вы ему скажете да окей не вопрос стоит это будет за 20 тысяч рублей он скажет да ок вот деньги я пришел такое тоже может быть не исключайте пожалуйста такие возможности дальше здесь мне хотелось показать вообще милота просто ну это нельзя не повторить просто нельзя не повторить а смотрите здесь сразу несколько трендов грубо говоря и несколько жемчужин использовано из всех что все это можно повторить и из жемчужин которые есть у нас во первых жемчуг тучка это вообще наша любовь ваша любовь я знаю что вы его обожаете смотрите как мило здесь на цепочку подвешены капли дождя из этой точки и вот это грозовое небо как будто бы есть он у синего жемчуга за которым всегда если взлететь выше будет обязательно чистота свет солнечный и просвет мне кажется вот этот сет это очень много смыслов которые вы можете легко повторить легко донести рассказать целую легенду историю не обязательно конечно сделать так можно сделать верхнего можно сделать без темно-синего можно вообще просто сделать тучку на хрустальном на хрустальной основе на шпинели потому что ну вот эта история опять же выйдет дорого потому что это все натуральный жемчуг но я должна вам показать все ингредиенты потому что это просто вау во первых я покажу вам синий жемчуг что в нем вау все в нем вау начнем с того что он посмотрите какой длины вы давно видели жемчуг такой длины я прошу вы понимали здесь практически ну как бы полторы длины а то и две длины стандартные нитки жемчуга то есть купив одну нить у вас получится очень много всего я две нитки забрала себе хочу сделать большой такой длинный сатуар из них но по сути вот он синий жемчуг для вашей тучки очень классного цвета прям потрясающий оттенок синего и вот они не круглые они немножко такие как форме яичка жемчужинки разные но посмотрите как он сияет вот это же 049 если что дальше что касается тучек есть тучки которые вы любите которым быть привыкли это тучки жена 82 белые стандартные тучки они продаются естественно штуками они разных всяких форм как и облака вот кому нужны они на пары мы стараемся подбирать но уж понимаете что не всегда возможно это вот как раз кстати говоря пример неудачного стечения обстоятельств для жемчужины которая вообще-то делала цветочек вот как бы чтобы вы понимали чтобы сделать точку в жемчужину кладут форму цветочка но цветочки не всегда получается зато получается офигенные тучки вот но к этим . у нас появилась новинка красивая новинка это тучки оттенка нежный нежный персик я бы сказала даже теплый белый до персика им далеко ну если сравнить прям с персиком они нет но как бы рядом с белом видите они разного цвета это наша новинка это наша любимая старинка который вы очень любите поэтому выбирайте что вам очень нравится качество просто потрясающее здесь практически отсутствуют черные точки но бывают иногда но я про это рассказывала в эфире жемчуг то есть здесь может быть там где-то там желтинка где-то какая-нибудь вот такая вот штучка история то есть как бы не ждите от него пластмассового качества вот когда кто-то хочет идеальный жемчуг за очень недорого я всегда предлагаю рассмотреть вариант крила там будет идеальный а этот он вот такой вот персик теплый и на самом деле его можно комбинировать с белым какой-нибудь покажу потому что он к нему близок то есть белый чуть-чуть белее а этот будет к нему теплым потому что жемчуг опять же он бывает более теплый более холодный на фотографиях это довольно хорошо видно если вы не можете вы как бы если где-то вы сомневаетесь в оттенках можете спросить у девочек они по возможности всегда присылают фото стараются приложить одно к другому чтобы вы поняли оттенки вот хотя в целом все фотографии сделаны на телефон который у нас есть на сайте специально для того чтобы они были такими же какие они есть на самом деле в жизни поэтому можете прямо сделать скрин одной фотографии другой фотографии зайти в свои фотографии сравнить тональности жемчуга скорее всего вы попадете вам даже не нужно ждать ответа пока вам приложит одно к другому поэтому я считаю что это просто маст хэв особенно петербуржцам или те кто любит петербург или вообще ну это просто очень красиво и вот пожалуйста опять же девушка она просто в свитере в каком-то вязаном свитере из которого там под которого точит футболочка но насколько вот эта штука делает ей образ это просто вау и для тех кто кстати боится светить своим лицом и там стесняется вот тут никто ничем не светит тут вообще непонятно кто красиво кадрировано выглядит очень продающая номер биво палочки несколько на сайте я показывала вам же 72 но есть еще например же 61 вы еще меньше его вообще вот столько он длиннее у него палочки длиннее блеск другой он тоже очень красивый вообще все палочки его очень красиво я вам покажу только те что новые но у нас биво были и до этого и они все очень красиво просто чего хотите сделать дальше идем вот еще ну как бы здесь фотка такая себе но идея прикольная вот та же биво палочки сделаны через шпинель классно классно красиво красиво на вопрос сразу будет ли крутиться будет он не будет ли ну он когда ляжет на шею будет лежать но в поднятом состоянии жемчужины вы никак не зафиксируете если кого-то это раздражает лучше сразу не это не раздражайтесь и не пытайтесь дальше я знаю что многие ненавидят эту историю но и не могу вам ее не показать потому что мне она нравится я не настаиваю кому не нравится этому не нравится мне нравится здесь совершенно два разных колье которые из которых сделано знаменитое колье перекрут то есть это обычная жемчужная нитка и обычная колье на из цепочек с длинными цепочками они просто переплетены вместе у нас есть такой мастер-класс то и в целом тут особо мастер-класс то и не нужен просто это делаете но это тренд хотите вы это или нет нравится вам это или нет людям это нравится люди это ищут и покупают и предложение сейчас очень много народ изгаляется и стразовые цепи добавляет ибо всякому но идея классная поэтому кому кого идея не раздражает абсолютно точно имейте это ввиду вот это украшение мы уже его показывали в трендах этого лета но она из трендов никуда не уйдет очень часто спрашивают будет ли мастер-класс мастер-класса нет не будет здесь не нужен мастер-класс но как бы это очень-очень много цепочек и барочный жемчуг и вот для такого жемчуга ну для такого колье когда вот она все цепочками завешено я рекомендую использовать не такой барочный жемчуг где вот есть ну какие-то изъяны где маркером там что-то подкрашено прямо на производстве то не будет этого вида когда это все будет завешено цепочками понимаете то есть когда у вас одна жемчужина на самом виду где-то может быть да так для петантичных клиентов это будет а когда у вас здесь везде цепи висят которые шоркают по жемчугу в целом он кстати не портится от этого но это не не основа ну то есть там здесь жемчуг акцент но он вместе с цепями он не сам по себе вот соответственно я бы сюда брала попроще жемчуг и он у нас есть соответственно у него и цена что могу сказать по воду крашеного цветного жемчуга ярких цветов или жемчужины покрытым чем-то типа глазури глазури не видела чтобы было покрыто а цветной жемчуг это красиво очень барочного зеленого изумрудного не будет точно потому что это крашеный жемчуг с крашеным жемчугом есть нюанс он умывается со временем и именно вот как зеленый там короче такой ядреный какой-нибудь цвет при определенных обстоятельствах если его клиент будет купать особенно в соленой воде он может смыться но не как перламутр и честно говоря хорошие барочные жемчужины зеленый цвет даже не красят я не видела ни разу не ценится эта история в принципе вообще обычно красят жемчуг картошки иногда рис но на край там круглый но чаще всего это такой более бесформенный вариант жемчуга здесь не жемчуг но я просто быстренько вам покажу потому что это перламутр и это очень красиво и пока выбирала для вас жемчуг подумала блин ну это же просто фантастика эфир сохраняется всегда если техника не подводит мне очень понравился вот этот сет и мне здесь хотелось затронуть тему жемчуга категории а.б. и.б. у нас сегодня вышел пост там какой жемчуг вы чаще всего используете и прям все вообще как один говорят а а а едет и больше там ну вообще только там хороший а я очень люблю использовать жемчуг категории а.б. очень люблю категории б потому что не всегда нужен жемчуг категории а потому что иногда он не оправдан ценой иногда он не оправдан дизайном иногда он вообще много чем не оправдан и вот эта категория а.б. там или а с минусом или б или даже б.с. не надо ее бояться это просто не блестящий жемчуг с наличием неких изъянов там каких-то бороздок и так далее у нас есть клиенты которые наоборот они обожают обожают вообще до глубины души этот жемчуг а.б. и скупает его то постой не так сразу потому что говорит блин то его так сложно найти красивый а.б. то есть когда он блестящий но с бороздками например очень многие люди вопреки вашему педантичному мнению об идеальном жемчуге любят жемчуг не идеальный и здесь вот этот в этом сете как раз вот в этом бантике да бантик но кстати не такой как мы привыкли бантик на цепочке подвешен здесь используется абсолютно неровный жемчуг вот самый простой вдохновляющая подборка украшение категории б украшений из жемчуга вы можете любой жемчуг поменять с категории а на б вообще ничего не изменится это можно сделать с жемчуга ааа и поставить украшению там вот в таком мелком размере это будет там 3030 цена в жемчуге б это украшение у вас будет стоить в себестоимости ну не знаю тысячу рублей соответственно продавайте ее за 3 любую идею можно адаптировать под ваш бюджет не надо повторять один в один и пожалуйста вот вы нам когда присылайте фотографии мне надо точно так же вот никак иначе во первых мы не можем сделать точно так же мы понятия не имеем порой из чего мастера вообще делают на фотографиях этого не видно даже здесь вот как бы я вам не увеличивала я не смогу вам точно сказать о какой здесь точно размер жемчуга я понятия не имею какой размер цепейка кто тут вообще мужчина тут или женщина даже я не знаю ну и утрированно я не знаю какая она какого на роста какого навеса какая у нее шея я могу только предположить что вот это например жемчуг 23 миллиметра и сделайте вы его из супер блестящего жемчуга за много денег или из категории b гораздо дешевле это только ваша история сейчас я вам покажу например жемчуг категории b и скажите мне что он некрасивый можете попасть из и хира вот посмотрите жемчуг категории b я такой обожаю вот обожаю обожаю и не в жизни не променяю его на категорию а он другой у него есть это особая не знаю какая-то форма вот такая вот она она мне я не знаю почему но у меня с ней одна ассоциация журчащий он он вот такой вот весь такой вот вот такой вот он не такой блестящий как в сравнении с тучами вот они блестят видите до первому то этот не такой блестящий у него блеск легкий 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 но при этом он малюсенький красивый и вот такой же бантик как я вам показывала можно сделать из рисика не обязательно даже кругленькие брать и будет красиво будет очень красиво и совершенно адекватно по цене из такого жемчуга можно делать там какие то вот такие много рядные браслеты знаменитые эти перекруты вы попробуйте сделать это из жемчуга категории а сколько это будет стоить и кто у вас это будет готов купить а это будут готовы купить потому что это будет очень красиво поэтому не бойтесь жемчуга ниже категории а вообще все эти категории это большая условность очень большая условности я вам даже больше скажу что мы иногда категории проставляем так как нам видится нам много на каком жемчуге категория вообще не стоит совсем это не ювелирный морской жемчуг который категорируется прям вот категория прям категориями и я вам даже скажу что тот там жемчуг который я покупала для своей клиентки он был даже не морской был речной но был очень дорогой очень хорошего калибра и качество там опять а он все равно не был как майорка гладкий ну не был натуральный жемчуг не будет таким так не бывает это фантастика поэтому воспринимайте это проще ну моя любимая идея я знаю что вы все видели мои сережки которые все очень хотят повторить и и многие повторяют и просят мастер-класс я не вижу в этом смысла в мастер-классе потому что это стандартные сельки грозди все знают как их делать если не знаете приходите к нам на курс мы их там делаем точно у нас есть такой урок вот собственно говоря на цепочку вешаются жемчужины вот для этих сережек точно также можно брать рис любого качества вопрос в цене вопроса на подобные серьги нужно целая нить жемчуга а еще уши которые готовы все это выдержать это нелегкие серьги абсолютно точно к этому надо быть готовым нужно иметь возможность это все носить и чтобы ваш клиент готов был носить тяжелые сережки если ему хочется легкие то лучше взять например тот же акриловый вариант жемчуга будет это будет дешево не так красиво но легко из натурального жемчуга вот такие длинные грозди легкими не будут ни при каких обстоятельствах есть только вы не возьмете супер мелким же супер мелкий жемчуг но опять же чтобы получилось пушистое красиво вам придется его туда добавить очень много вот моя любовь здесь я вам его не покажу но точно скажу что у нас такой жемчуг есть я вам его показываю в прошлый раз у нас есть жемчуг пуговка он есть натуральный у нас есть пуговка майорка вы можете сделать подобный браслет сами мне кажется это очень красиво вот прям вообще и кстати говоря вот чтобы вот эта вот история стоит очень дорого вот этой вот фирмы и когда мне миллиард хейтеров написали как же вы татьяна делаете украшение без протектора да прекрасно я делаю без протектора я очень люблю делать без протекторов во многих вариациях вот смотрите известный бренд пожалуйста тросик крепится к фурнитуре без протектора и это абсолютно не мешает им продавать все это очень дорого и держится это все очень прекрасно если вы используете хороший качественный тросик для этого если вы возьмете фигню то может рассыпаться хороший японский тросик выдержит без протектора всю эту историю если вы крепите к неразъемному кольцу прям к неразъемному из разъемного он тупо выпадет для этого нужен протектор и если вы крепите сразу к карабину тоже он неразъемный никуда не денется ваш тросик проверьте чтобы перетереть его в этом месте нужно изрядно потрудиться у вас карабин нагреется тросик не перетрется поэтому не бойтесь работать без протектора иногда протектор лишний он портит картину вообще всей конструкции вот мне здесь протектор был бы лишний как по мне очень круто что совместил автор прям близенько и кстати заметьте никаких укровных бусин здесь тоже нет и вот это фу-фу-фу это так некрасиво это так вульгарно это так вот много эпитетов часто читаю в чате это ваше мнение она очень субъективная для многих она абсолютно беспочвенно я люблю оставлять кремпы незакрытыми потому что мне это тоже очень нравится когда они красиво зажаты ну вот мне здесь шарик был бы лишним маленькие полутора миллиметровые кремпы создают красивые маленькие эффектные пломбочки и в масштабе всего украшения вы внимание обращаете вот на все вот это и говорит что это фу и это как бы не камильфо ваше субъективное мнение кому-то то что делаете вы будет не камильфой там дизайн какой-то не такой будьте вежливы в своих высказываниях иногда потому что то что не подходит вам и вашему мнению это совершенно не значит что это не имеет место быть имеет вот соответственно здесь уже дальше добавлены да просто красивые бесформенные такие бусинки мне кажется что это очень дорого красиво роскошно смотрится кстати говоря опять же да вот к вопросу о том что вы многие хотите супер идеальный жемчуг вот вам пожалуйста дорогое украшение и вот вам жемчужины с точками смотрите вот они природные изъяны жемчуга они здесь есть представляете присутствуют никто не помер клиенты стоят в очередь к ним покупают это и не говорят что мои фу там какие-то точки не буду это брать берут берут ну то есть вот вот вам пожалуйста и сказать некрасиво фу и такое не надену я надела бы с удовольствием ты на дело очень красиво дальше здесь мне просто понравилась идея это называется я его слепила из того что было хотя это подай с подиумов я не могу сказать конкретно кто автор вот но это история которую вы можете сделать реально из остатков ну правда вот вот эту бусину вы купите а вот эти возьмете какие остались и получается очень красиво и лаконично и это можно сделать прямо моно сережкой даже не обязательно делать из этого 2 одинаковых и это будет очень красиво и можно сделать короткой можно сделать длинный можно сделать какой угодно вот это я вам обещала. Вот такой браслет я хочу себе сделать. Посмотрела, да, здесь как раз есть эти укровенные бусины. Вот тут автор решил, что ему они нужны. И это тоже красиво. Все красиво. Все по-своему красиво. Каждому своем. Мне очень понравилась эта идея. Я очень хочу повторить. Да, дорогая, но мне очень хочется себе это позволить. Вот одна из моих любимых тоже. Многие это колье показывали. Я вам хотела свое показать. Палет. Своё такое. Колье подобное. То есть не обязательно прямо искать там вот эту вот бусину, где ее взять. Так какая вам разница? Берете и делайте так, как вы хотите. Здесь вся фишка в жемчуге крестики с поперечным отверстием. Вообще жемчужины крестики вот, ну, покажу. Они бывают с отверстием вот так, с отверстием вот так, и с отверстием вот так, как здесь у меня. И они все абсолютно по-разному смотрятся в украшениях. Смотря какой эффект вы хотите достичь. Вот этот получается такой пушистый. Здесь крестики очень близко друг к другу встают. Это очень красиво. А, например, любимый многими, который очень сложно найти, этот жемчуг с прямым отверстием. Ну, вот сделайте его вот так. Выглядит, ну, тоже прикольно, но своеобразно. Мне больше, ну, вот как бы, когда они рядышком. То есть я вот такой жемчуг люблю, как в подвесках, в сережках. Почему такой жемчуг? Это большая редкость. Мало фабрик готовы сверлить жемчуг вот так, потому что он длинный и тонкий. И есть очень большая вероятность, что при просверливании половина материала будет потеряна, выброшена. Им это неинтересно, поэтому чаще жемчуг сверлят поперек или вот так по диагонали. Потому что там вероятность просверлить не так ниже в разы. А вот эти вот длинные все жемчужные кресты просверлить вот таким образом, это прям фантастика. И поэтому, ну, как бы история не дешевая в этом жемчуге найти его очень тяжело. У нас он есть. Я когда его нашла на одной из фабрики, мне кажется, забрала все. Потому что найти такой жемчуг сейчас реально очень-очень сложно. Так. Это я вам показала. Идем дальше. Вот опять же биво. И подобные у нас тоже есть. Он же, видите, еще бывает потоньше и потолще. Мне безумно понравилось это колье. Но опять же, я понимаю, что это очень дорогая история. Здесь очень много кропотливой работы. На мелкие цепи все это собрано. Да, на французскую скрутку, на пинах. Возможно, вы не сделаете целиком целое колье. Дорого, муторно. Возможно, вы сделаете только частями. Может быть, браслет. Может быть, вы вообще сделаете вот так цепочку и только там, вот, ну, подвеску такую сделаете там из пяти-шести таких бусин. Но это очень красиво, как по мне. И я бы такое в свою коллекцию точно заимела. Если у меня хватит времени, я постараюсь. Боже, мы с вами уже выходим за час. Ну, классика. Браслет с много разными подвесками. Тут вот как раз осталась у вас куча жемчуга всякого разного. Не знаете, куда его деть? Сделайте себе пушистый браслет. Берете цепочку ролла, цепляете на нее на пины. Любой жемчуг. Вообще любой. Он может быть маленький. Вот, смотри, маленький, неровненький. Тоже здесь висит. Вот жемчуг АБ. Ой-ой-ой, какой он некрасивый. Картошка, кружочек, полусфера, капелька с изъянами, с точками. Маленький, большой. Всяко-всяко. Вообще бесформенный какой-то. Но вместе это смотрится офигенно. Дорого. Красиво. Повторяйте. Так. Ну, это я вам просто хотела показать идею. Это вообще не натуральный жемчуг. Это из Майорки сделано. Но из натурального жемчуга это можно сделать. И для этого можно взять любую на самом деле форму жемчуга. Ну, вот, например, сейчас я вам покажу. Ж-154. Он, правда, помельче. Вот он. Круглый, красивый, почти идеальный жемчуг. Вот здесь, опять же, у всех начинается паника, что нужно там найти какой-то вот точно такой же коннектор. Ищите точно такой же, возьмите любой другой, вообще любой другой коннектор на две бусинки. Вот. Ну, не сложная конструкция, да, всем понятно, что здесь сделано. Здесь, кстати, одной нити на это не хватит. имейте ввиду, здесь две сделаны. Но эффектно, лаконично, красиво, необычно, нестандартно. Вот, обычные вообще, посмотрите, жемчуг бива, похожий на тучку. И такие две тучки, с двумя маленькими капельками, как по мне, это очень мило. Я бы только здесь вот эти крючки некрасивые заменила бы на красивые. Еще раз повторюсь, у нас сейчас очень много появилось красивых крючков. Швен свои просили, мы сделали. Выбор вообще прям обязательно ищите на сайте. Здесь мне понравилось сочетание барочного жемчуга и серебра с золотом. Выглядит тоже красиво, дорого. Просто захотелось вам показать. Потому что, опять же, к вопросу фу, жемчуг цепи, это некрасиво, и это некрасиво. Это очень красиво, как по мне. Вот. У нас у всех, у каждого понятие свое, а красиво и некрасиво. Поэтому то, что не нравится вам, совершенно точно не значит, что не понравится вашим клиентам. И поверьте, они придут к вам с тем, очень часто приходят с тем, что вам не нравится, и вам придется делать. Еще мне понравилась идея очень красивой, красивое колье на спину. Я это не могу назвать даже сатуаром, это что-то другое. Здесь, скорее всего, конструкция такая, что там просто обычное жемчужное колье, а вот эта штучка пристегивается сзади. Очень красивая для спины открытой. Если у вас есть такие клиенты, то прям вот такие идеи колье я очень люблю. Здесь либо можно использовать какую-то простую, обычную стандартную цепочку. У нас много таких корейских, ваших любимых, проверенных годами. Либо вот здесь идет фантазийный вариант цепочки с сердечками. Такая у нас тоже была, и может быть, даже до сих пор есть. Но они могут быть любыми другими. Это может быть, даже цепочка с шариками, цепочка с хрусталем, цепочка с чем угодно. и получается из нее совершенно потрясающе красивое, пушистое, нежное, воздушное, дорого выглядящее украшение. Колье собранное из всяко разного жемчуга. Тут все подряд, там и стразики, и бусинки, и натуральный жемчуг, и ненатуральный. И натуральный совмещается с майоркой. Хотел вам показать, что так тоже можно. И абсолютно в этом ничего нет такого, что как так у вас там ненатуральный искусственный жемчуг соседствует с натуральным. Прекрасно соседствует, очень красиво это выходит. Здесь еще и хлопковый. Хлопковый натуральный майорка. Красиво. А, оно было последнее. Единственное, что я вам хотела, я, конечно, вам вообще не показала ничего из того, что хотела показать, но попробую быстренько показать очень красивый, нежный, недооцененный персиковый жемчуг. Я сегодня делала такое колье для своей подруги из нежного персикового жемчуга вот такого плана колье. Я только взяла к нему розу, ну, то есть вы можете взять более рыжего оттенка или более желтого оттенка или персиковый. Очень красиво подчеркивает этот жемчуг цвет роз. То есть не всегда нужно брать белый. Возьмите иногда просто посмотрите насколько по-другому розы смотрятся с персиковым жемчугом. Не так виден контраст, не все его любят этот контраст, поэтому не всегда нужно смотреть в сторону белого жемчуга обязательно присмотритесь в сторону персика или розового. Вот он бывает розово-персиковый такой нежный в целом. А бывает он, кстати, у нас сейчас пришел в разных формах. А, для тех, кто не может определиться, бывает микс. В прошлый раз он разлетелся этот микс. Вот такой вариант, когда есть и розовый лавандовый, и розовый персиковый в одном. То есть в принципе жемчуг вот натурально красит жемчужина в белый, в персиковый, в розовый, в серый и в черный такой темный цвет. Все остальное красится уже с помощью красителей. Очень хотелось мне показать еще серый жемчуг. У меня не было его в примерах, но серый жемчуг опять же много пришло разных вариантов. Вот эта картошечка с потрясающим сиянием. Вам, скорее всего, здесь его не видно. но у меня оно я нежно люблю опять же этот серый оттенок. тоже приглушенный, дорого выглядит. Я очень люблю с ним делать статуары а-ля шанель, ну, такой длинный оттенок. серым цветом жемчуга красиво в стальном цвете. Ну, то есть, вроде вам оттенки смотрятся очень красиво, они друг другу очень подходят. Их можно миксовать друг с дружкой. Но при этом, например, я вам показывала вот такой цвет серый, а бывает серый, другой, просто другого оттенка, потому что так покрасила храколина. Вот, смотрите, тоже серый, но он ближе к шоколадному. У него вот он серый с отливом шоколада, розового, персикового и зеленого и вообще всего на свете. Хотя базовый цвет у него серый, но играть он на всех будет абсолютно по-разному в зависимости от того, что вы к нему добавите. Добавите к нему позолоченную фурнитуру, он будет теплее и давать вам блики теплых оттенков. Добавите родиевую фурнитуру, он станет холоднее. Вот. Палочки Бива более подробно, подробнее, мне кажется, некуда, я уже вам показала, как показала подробнее, я даже не знаю, как. Я вам единственное, что хотела показать, еще одну, один вариант палочки Бива, который мне показала, который клевый и которому требуется, наверное, пояснение. вот она, нашла. Огромные палочки Бива, огроменные. Вот это тоже Бива. Посмотрите, какие они клевые, они огроменные, прям огроменные. Вообще сумасшедшие, красивые. у меня слов нет. К ним тоже все история штучная, они есть подлиннее, есть покороче, можно выбирать, писать, хотеть, чего больше хочется. Очень красивое качество у него, опять же, практически без изъянов, без точек каких-то глобальных. Классные. В целом, все сфотографировано на сайте довольно подробно. Тоники, как спички, есть, но у меня в руках нету сейчас их. Наберите в поиске жемчуг Бива на сайте. Вообще, я вам настоятельно рекомендую пользоваться строчкой поиска. Она очень сильно облегчает вам задачу. То есть, прям набираем жемчуг Бива тарампан, выходит только жемчуг Бива по поиску. Вы видите, там написан размер, фотографии сделаны всегда, там, фронтально, сбоку, на ручке и рядом с линейкой. Если у кого-то не очень хорошо с пространственным мышлением, возьмите миллиметровку, линейку, нарисуйте, какое оно будет, приложите к себе бумажку. Если вы переживаете, что вы купите, оно будет слишком маленькое или слишком большое, или слишком какое-нибудь не такое. Если у вас не развито пространственное это мышление, если вы там только начинаете свой путь, поверьте, когда вы раз 10 нарисуете, вы запомните, и в следующий раз у вас вопроса не возникнет. Как бы, да, когда вы будете думать, такие, о, 20, да я знаю, что такое 20 миллиметров, я вот это уже рисовала. Это очень сильно развивает и помогает. Еще вам не показала жемчуг картошку, который часто недооценен. Покажу, наверное, в изделии, чтобы вы поняли. Ну, вот я показывала, и картошке сейчас пришло очень много разных цветов, разных размеров. Я очень люблю его, потому что он разноформенный, и это, ну, это очень красиво, правда. Это просто очень красиво. он довольно часто, и у нас он во многом почти весь супер блестящий, и у картошки, она реально, ну, похоже на картофелинке. Она, с одной стороны, выпуклая, с другой стороны, у нее всегда есть плоская грань, которой оно лежит на раковине, когда рождается, скажем так. Вот. И из него получается действительно очень красивое украшение, и она бывает разного размера, там, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 10-12 миллиметров, то есть тут прям вариаций много. И хотела показать вам еще вот буквально пару видов, потому что, возможно, опять же, недооцените их живьем. Это вот этот жемчуг. Мы долго думали, как его назвать, вообще, что это за форма, потому что форма у него как бы картошка, но просверленная поперек, и он вот из тех журчащих вариантов, где у него очень красивая фактура у самого жемчуга, и поверьте, блестит он просто офигительно. Если на видео этого, может быть, не видно, то в живую каждая такая ниточка, это просто красота неимоверная. Вот. Чаще всего то, что мы получаем отзывы по нашему жемчугу на 99%, люди говорят, что на фотографии он не такой клевый, как в реальной жизни. Ну, он не ловит фотографии так свет, как это делает перламутр. Линза настроена так, что она отражает, короче, этот свет, и он засвечивает в этом месте. Как бы мы ни старались. и хотела вам показать рис, но вот категории как раз АБ. Да, что такое АБ, почему его не надо бояться. На крупном жемчуге покажу. Вот он, блестящий, красивый, но вот с рытвинками. Ну, такие опоясывающие его кружочки. Ну, сказать, что они некрасивые, они очень красивые. Но на все есть свой клиент, на все есть свой любитель. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот там это плохо любить жемчуг категории А или АА или еще выше. Да нет, неплохо, это вообще прекрасно. И это очень здорово, если есть такая возможность работать исключительно с роскошным жемчугом, супер качество, где ваш клиент готов за него адекватные деньги платить. это классно, но не все готовы, не все могут себе это позволить, поэтому не отметайте жемчуг категории ниже, чем А. Он очень красивый и он абсолютно также нужен вашим клиентам, как и весь другой, потому что есть разные ценовые сегменты. И у всех брендов, у всех практически, ну, за редким исключением, есть разные линейки товаров. Есть дорогие, есть более доступные, но об этом не сегодня. Мы уже вышли за все рамки возможные всех эфиров, это лишь говорит о том, как я люблю жемчуг, что говорить я могу о нем совершенно точно, бесконечно. Вот, я вам всем хочу пожелать доброй ночи. Весь жемчуг, который я вам сегодня показала или не показала, вы не весь его найдете в разделе новинки, частично он это повторы того, что у нас уже было, но с изменениями, как я вам говорила. Каждый раз, когда к нам приходит новая партия жемчуга, но подобное артикулу, который уже был, мы просто меняем фотографии, то есть вы получите в заказе то, что вы видите сейчас, в данный момент на экране своих телефонов, компьютеров, планшетов, откуда вы делаете заказ. Говорить, что я полгода назад заказывала, это был вообще другой жемчуг, но это был вообще другой жемчуг, и полгода назад это была другая картинка. У жемчуга не остается, у нас нет такого, что у нас бесконечное количество артикулов, у нас если что-то заканчивается, мы занимаем артикул другим жемчугом, и в мастер-классах, которые вы будете смотреть трехлетней давности, вы не найдете тот конкретный артикул, который указан, и даже ссылочка на него дана, ну, это фантастика, так не бывает, они не остаются, жемчуг не статичная история, вот, поэтому вы всегда можете нам написать в личные сообщения группы ВКонтакте, или на Ватсап рабочий номер, и спросить, а вот я там смотрела мастер-класс, какой жемчуг вы мне посоветуете, там, максимально похожий, если вы прям сами не сможете подобрать, но там обычно написано, там, был там рис 6-7, вы заходите на сайт, в поиск, пишите жемчуг рис 6-7, получаете все варианты, которые есть, можно писать просто 6, тогда у вас еще 5-6 покажется, иногда будет просто 6, все можно найти, его можно отсортировать, и так далее, поиск у нас очень удобный, а я буду заканчивать наш сегодняшний эфир, потому что уже час 20 для тех, кто будет смотреть это в записи, нужно будет посмотреть, я была очень рада провести этот вечер с вами, весь прекрасный жемчуг ждет вас на сайте Танисса Хобби, как я уже сказала, некоторого из них совсем немного, а немного это там может быть 10-15-20 ниток максимум, а некоторого 2 нитки, но он продается штуками, то есть там будет 50 штучек, кто успел, тот и получил, не для всех история, не всегда, поэтому успевайте приобрести, не раз видела варианты жереля с палочками бива, где они разделены мелкими бусинами, это только для красоты, для красоты, это не для того, чтобы меньше крутилось, оно будет крутиться при любом раскладе, бива не статичные, бусины в принципе не статичные, они не могут не крутиться, они всегда крутятся, любые, естественно, чем больше лопасть, как у жемчуга бива, он будет крутиться, но он же ляжет к вам на шею, будет лежать, я сегодня же показывала примеры с бусинками посерединке, был такой пример, оно на столе лежит лежа, на шее будет лежать лежа, в руках вы его поднимите и будет крутиться, и в сережках бива будет крутиться, он не будет статично лежать, это фантастика, даже не приклеить, можно, конечно, попытаться, но только зачем, вот, все, сохраняю все эфиры, надеюсь, у меня техника меня не подведет, телеграм эфир не сохраняется, но сохраняется он в инста вк на наших площадках и на ютубе, запись тоже обязательно появится, поэтому, кто присоединился в телеграм, не вовремя и половину не услышал, обязательно зайдите на все наши площадки и досмотрите там.